Всем привет! Это программа Супер Афиш на городском телеканале ЮТВ. Ее проведут Влад Фельдман и Света Фельдман. А в гостях у нас сегодня сооснователь и управляющий магазина Комикс Эра и Центральная кофейня Максим Ниязов. Максим, привет! Привет! У меня первый вопрос к тебе очень такой ретроспективный и обширный. Как тебе кажется, как изменился досуг людей, примерно, твоего поколения за последние 10 лет? Больше как-то вошло в жизнь технологий, больше стали люди залипать в смартфоны. Проводить больше времени, просто уткнувшись в телефон, потому что сейчас тебе не нужно сидеть у модема, ждать, пока там все прогрузится. Да, и люди начали потреблять информацию все быстрее, быстрее, как можно короче, короче, то есть там максимально короткие видео. Я за собой даже заметил, что можешь включить видео на Ютубе, параллельно еще в телефоне смотреть видосы, то есть ты настолько привык уже потреблять вот эти 15-секундные сторисы, хочется все еще быстрее, быстрее. Ну, как-то так. Очень, очень много мусора, такого контента бесполезного люди потребляют. Ну, кстати, говоря об этом, а сколько ты времени проводишь в интернете обычно? Слушай, раньше я пипец вообще, очень много проводил времени смотря Ютуб и вот Инстаграм, листая. Сейчас я стараюсь, ну, как бы поменьше это делать. Конкретно прямо сейчас, вот в это лето, вот как мы открыли летнюю веранду, мы работаем с 10 до 12, у меня вообще времени на это нет особо. И в принципе, и хорошо, вот, меньше деградирую. Всегда вот это вот потребление контента, это деградация? Если да, то почему? Ну, не всегда. Я одно время очень сильно увлекся научно-популярным контентом, прям очень много всего смотрел, в целом, подчеркнул для себя очень много. Ну, кстати говоря, да, вот Ютуб, это такое, типа, место, если зайти в рекомендации, то ты деграднешь, а если покопаться, то можно найти много всего полезного. Я так в один момент вот увлекся историей, физикой, астрофизикой, вот это все. Ну, то есть это поверхностно, так как бы для чайников, но суперинтересно. Мы выяснили, что потребление за последние 10 лет изменилось в плане, что люди теперь читают, ну, не читают, а пользуются чаще смартфонами, смотрят видео, еще больше видео, еще еще больше видео, и в это время вы открываете книжный магазин. Когда вроде бы, да, популярность на бумажной книге падает. Объясни, как это работает? Ну, изначально это же был магазин комиксов, то есть конкретно прям мы ориентировались на американский пример, то есть это чисто супергероика и там атрибутика, то есть про направление как книжный магазин мы пока в то время еще не думали, я там вдохновлялся фильмами Кевина Смита, вот там смотришься. Это какой был год, когда вы открылись? Вот, я, конечно, когда вы открыли, я уже открылся фильмы, я всегда с большой завистью смотрел американские фильмы, где мелькали магазины комиксов, мне прям хотелось туда попасть, потрогать, полистать, там куча выбор такой, все это суперинтересно, потому что ну там понимаешь, что экранизация, она по-любому сильно уступает первоисточнику. очень красивые картинки там художники типа там с мировым именем все это рисуют магазин комиксов когда мы открыли мы просто попали в нужное время в нужном месте то есть но по началу казалось что идея это супер провальная что в россии это не нужно но в тот момент вот потихоньку как раз набирала киновселенная marvel популярность когда мы только открылись да там постоянно мы слушали в свой адрес что мы типа дети дурачки пропаганда там кто-то заходит в магазин залетный начинаете рассказывать какой-то дурак вот потом вот киновселенная marvel как-то вошла в нашу жизнь потихоньку это стало мейнстримом сейчас все знают вообще кто такой тони старк такие мстители переориентироваться уже на книжный магазин идея пришла так получается какой-то год был наверно две тысячи 17 18 18 18 наверно в общем мы съездили в таиланд отдохнуть там тоже посмотрели на прикольные магазины вот мы вернулись через питер вот до этого мы тоже в питере были там есть у нас любимые места классные магазины они как раз это там есть и вообще петербург это в том числе и гиг столица россии то есть оттуда пошли первые магазины комиксов там фестивале там издательство комиксов вот но я всегда с удовольствием ездил там посмотреть пообщаться с коллегами вот по магазинам комиксов пробежались пошли смотреть книжные вот и я прям впечатлился местными книжными магазинами потому что но это вот не которые федеральные сети а вот такие независимые прям свой блин классно очень от нас все издание все за голову без нами но подписные прям очень обожаю вот и насмотревшись захотелось вот так же у нас сделать но тоже идея казалось провальной все что бы я не придумал она всегда сначала провальному кажется вот потом как-то получается то есть мои винил так начали продавать и по кому он нужен по идее ничего пока продаем вот и с книгами также мы получается были еще в цум меридиан то есть там еще у нас небольшое помещение было мы сначала только два стеллажа поставили и тогда тоже казалось блин где мы возьмем деньги просто чтобы заполнить эти два стеллажа и сложно еще типа набить эти стеллажи какими-то книгами выбрать но вот у нас ольга этим занималась она у нас главное по закупкам ну как-то у нас получилось в общем два стеллажа забить вот и плюс в оренбурге есть тоже такое но это в принципе по россии есть такое движение типа букстаграмеры вот они покупают типа книги зачастую они просто их покупать потому что они любят вот физически именно книги листать их обложки фоткать да то есть они могут положить книгу на полку там не читать ее несколько месяцев только потом до нее дойти но они любят книги покупать вот есть такое комьюнити до того как мы книги начали продавать все равно мы там привозили какую-то художественную литературу на гиков скую там по доктору кто по ведьмаку но потом решили что нужно попытаться попробовать привозить больше в итоге когда заехали уже вот в это классное помещение на советской 34 когда туда пришли просто смотрим помещение огромное надо продумывать вот что тут делать но и мы вот решили тут магазин комиксов тут книжный магазин тут кофейня надо делать но мы наравне продаем а может быть даже больше продаем художественной литературы чем комиксов мне кажется что в городе ваше место она еды арт-пространство какого-то и мы часто замечаем что с тех пор как вы поставили летник и получается тут скамеечку то возле вашего места образовалась какая-то тусовка вот скажи насколько эта тусовка важно и что сделать чтобы она появилась вообще другие допустим местах я вообще всегда к этому стремился мы хотели вот именно какой-то комьюнити вокруг себя образовывать я думаю что такое комьюнити у нас получилось просто мы всегда были искренними открытыми то есть наш проект он не был про деньги вот то есть это не было бизнес ради денег то изначально была идея мы хотим сделать что-то какое-то вот да типа арт-пространство чтобы объединять людей вот общие идеи которые с нами на одной волне на youtube канале еще не поздно который ведет журналист николай солодников вышел фильм посвященный одному из самых известных независимых изданий россии медузе директор галина тимченко и главный редактор иван колбаков рассказывают как они формировали русскую редакцию за рубежом как преодолели обвинения в харассменте и вытаскивали из-за решетки журналиста ивана голунова фильм можете найти на канале еще не поздно расскажи следишь ли ты за творчеством каких-нибудь эренбургских ребят ну вот и на фельдман на telegram подписан читая икона просто икона блин сейчас не могу припомнить именно каких-то контент-мейкеров что-то вот у меня не получается а до пандемии расскажи в какие места обычно ходил может быть не знаю какие-нибудь концерты или где-нибудь вчера в городе на выставке периодически там в кино на премьеры из таких заведений чего я могу выделить чем не всегда очень нравилось кофейни он кофе который на пролетарской она такая уютненькая и вот мы собственно собрались когда соучредителями сели в он кофе и типа продумывали нашу кофейню как тебе кажется за последние пять лет культура в оренбурге как-то культура прям в широком смысле развивалась не менялась или деградировала ну то есть раньше вот например нас как такового стритфуда в принципе не было из последних там крафтовый бар открылся с крафтовым пивом облик города но вот именно конкретно вот сейчас есть конечно свои минусы деревья у нас вырубает что-то как-то прям это активно забору понавтыкали но мне очень нравится вот как сейчас сделали набережную то есть там и велодорожка есть и спортивные там площадки и для детей много всяких активностей и причем они такие типа страшные пластиковые такие под типа скандинавию там из бревен сделаны скейт-парк вообще но прям восторг вроде как город развивается общественное пространство есть музей черномырдина выпустил онлайн экскурсию по коллекции автомобилей научные сотрудники музея рассказывают о коллекции собранной виктором степановичем черномырдиным это rolls-royce phantom 2 и 110 чайка opel cadet и другие автомобили видео можно посмотреть на youtube канале музея и в группе в социальных сетях мы немного уже упомянули кино и youtube вот скажи смотришь как как часто смотришь кино и за какими российскими режиссерами следишь ты из последнего что я смотрел как раз вот почему-то это на российское кино потянуло но юрий быков мне очень нравится что у него больше всего понравилось но вот как раз пару недель назад посмотрел жить хорошо быков еще два жила ладно скажем балабанов понятно как раз тоже недавно брата пересматривал бы невозможно остановиться кого еще наверное звягинцев а у загинцев какой любимый фильм не то чтобы любимый и я особо много не смотрел нас мы походили в кино просто как-то вечером пошли еще посмотреть вот там был звягинцев не любовь взрос тоже такой очень депрессивный фильм но мне зашел понравился еще упомяну про российский кинодел пока вот летал в сочи и на ноут закинул увидел трейлер мир дружбы жвачка сериал есть очень странные дела но вообще мода на ретро вейс была она сейчас потихоньку спадает я всегда думал блин вот у нас чего в россии у нас что хорошо снимают это фильмы про бандитов типа и 90 его типа это чисто наша культура которая понятна только вот для русского человека для снг я думал блин как было бы круто снять что-то наподобие странных дел только в сеттинге 90-х также про детей которые росли в 90-е и в общем вот такой сериал сняли журналист алексей пивоваров снял передачу посвященную аресту историка юрия дмитриева он занимался раскопками и открыл урочище сандармох это место в карелии где нквд убивал людей во время сталинских репрессий вообще программа это в целом большое исследование посвященное репрессиям и сравнению нынешнего времени и того ищите программу на youtube канале редакция так если про интернет что обычно смотришь на ютубчики но на ютубчики иногда люблю подеградировать есть короче блогер макар светлый называется у него уже серебряная кнопка он физик преподаватель и он из оренбурга и никто об этом не знает никто не знает как он выглядит но я знаю как он выглядит но он это он прячется в общем и у человека уже больше 100 тысяч подписчиков я пытался тоже его посмотреть ролики блин это сложно это вот реально для людей узкая да какая-то чистого он тоже делает научно популярный контент то есть он пытается разжевывать для чайников там есть такие видосы но частенько бывает что она реально если у тебя образование нету как минимум ты там не прочитал базу понять сложно но это круто вот кстати говоря контент мейкерах я вот забыл сказать за кем я слежу вот макар светлый погуглите 100 тысяч на ютубе человек живет в оренбурге и преподает в университете когда говорили про контент мейкеров кстати ты сказал что вот есть там какие-то люди которые уже уехали в москву и хочу спросить тебя заметил ты или нет что за последние два-три года мне кажется огромное количество людей отсюда уехала причем именно за последний по крайней по моим ощущениям за последние два-три года вот заметил ли ты это и как тебе кажется почему так происходит и можно ли это как-то остановить и вообще стоит ли пытаться это как-то останавливать будучи реалистом наверно мне кажется остановить это сложно но просто мой круг общения это все вот ребята такие неформальные типа художники фотографы и прочее куда они все едут едут в питер в основном почему потому что ну вот типа такой город вот там тусовка красота типа ну некоторые тоже разбиваются реальность приезжая туда с планами сейчас все будет круто в итоге оказывается не круто возвращаются но в основном люди едут за большими возможностями больше зарплата там больше перспектив а ты сказал что питер красивый а как думаешь если бы но здесь как-то с благоустройством все было получше это бы когда остановило отток людей ну сложно с питером соревноваться каналы но это именно природный ландшафт такой мы увы ничего не можем сделать с нашим ландшафтом у нас степь пыль нужно здесь родиться искренне любить этот город мне кажется вот приехать сюда и полюбить город но это сложно расскажи пожалуйста почему ты еще не уехал из не буду юлить были такие мысли конечно но просто у нас получилось создать что-то интересное здесь и пока пока она получается но бросать это не хочется мне приносит искренне вот удовольствие когда я вижу как нам люди прямо улыбаются когда видят там впервые заходят к нам они там с открытыми ртами ходят там фотографируют звонят там знакомым звонят прошу прощения звонят знакомым говорят в какой классный магазин зашел вот то есть мне это прям душу греет и я хочу вот этим заниматься то есть как-то развивать такую арт культуру в оренбурге пока получается я буду это делать но если нас коронавирус все-таки не добьет что там будет дальше не знаю youtube канал архитектурные излишества произошедшие от одноименного телеграм-канала москвоведа и публициста павла гнилорыбова выпускает различные фильмы об архитектуре разных городов там сейчас можно посмотреть видео об оренбурге и бузлуке назови три главных минус аренбурга ну вот такой у нас ландшафт природный скудный но с другой стороны башкирия под боком как бы если что тут рядышком можно на красивые леса посмотреть не хватает может быть как вот как раз инициативной молодежи которые делали бы какие-то вот такие проекты как мы не с одной стороны мне это на руку потому что меньше конкуренции я типа все делаю первым все классные типа сейчас потихонечку вот это есть но зачастую ребята что-то делают пробуют не получилось и уезжают не хочется город наш ругать но исторический центр сносит то есть почему-то я так слышал по планам что вообще кучу всего собираются снести перестроить людей расселяют обидно за центр все-таки это история наследия теперь давай три плюса заключительный прям вот чтобы на на позитивно начать закончить плюсы плюсы но конечно то что мы находимся в европейской части россии вот тут как бы москва близко питер все-таки более-менее тут доехать не 8 суток до доехать до цивилизации тут рядышком мне нравится что город у нас геометрический в общем такой правильный не вдоль как-то реки расположен вот то есть мобильность мне нравится чтобы можно быстро перемещаться по городу вот и ну относительно благополучный уровень жизни у нас мне кажется но все-таки тоже не зря нас варламов вставил в топ и у нас тут как бы газ есть деньги есть футбольный клуб вроде как у нас несмотря на то что инициативных вот как я сказал ребят которые делают какие-то вот именно скажем так занимаются малым бизнесом их не так много но тем не менее ну вот то что у нас какая тусовка есть вот ребят сейчас же как таковых неформальных движений уже нету все границы стерлись в основном все слушают примерно одну и ту же музыку одеваются примерно одинаково каких-то меньше стереотипов что ли стало ну я все равно мне кажется что мы прогрессируем меньше агрессии стала меньше вандализма стал как-то и вот но как раз все равно некоторые ребята вот в ориенбурге остались которые продолжают делать двигать культуру тот же саша человек максим объедков вот как бы то что у нас такие люди есть вот это тоже большой плюс большое спасибо на этом все это была программа супер афиша в гостях у нас сегодня был сооснователь и управляющий магазина комиксера и кофейня центральная кофейня максим неясов спасибо еще раз пока пока а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok